Столбик термометра вниз, сугробы вверх. С минус 18 начался этот день. Что же дальше, расскажу вам я, Ирина Ромбальская. Метеогид погоды не сделает, но с прогнозом точно все будет ясно. Крещенские морозы наступают. Насколько опустится столбик термометра? Плюс-минус 25. Испанию сковал лютый сибирский холод, а в Греции по-летнему жарко. Фото и видео охота за чудом. В Заполярье первое в этом году полярное сияние. И, конечно, самые зрелищные природные катаклизмы и самый актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. Не будем петь оды красивой зиме. Комплементарно, зимнему сезону 2021 и так зашкаливает. Из минусов пока только очереди за тюбингами, на горки и то, что снег пока не научился самоустраняться с автомобилей. И это еще дело до крещенских морозов не дошло. А там и во время предыдущих слабеньких белорусских еврозим погода порой уходила в глухой минус. Почему в этот период года наступает самая холодная пора и до каких отметок может опускаться столбик термометра, узнаем у Дмитрия Рябова. Метеорологическая зима полностью вступила в свои права. Не заставили себя ждать и крещенские морозы. Традиционно они бывают во второй половине января, которая считается наиболее холодным временем в году. Да и согласно народных примет, самые сильные холода наступают на крещение. Однако в разные годы в эти дни случались и потепления. Согласно статистике, примерно раз в 6-7 лет средняя суточная температура поднимается выше нуля. Раз в 4 года опускается ниже минус 10. И только раз в 30 лет столбики термометров показывают ниже минус 20. Кстати, наиболее теплым крещение выдалось в 2007 году. В ночные часы минимальная температура воздуха составила плюс 1 градус. А днем было и вовсе плюс 8. А в 1968 году крещенские морозы показали себя во всей красе. Минимальная температура ночи составила минус 25,8 градуса. Однако в 1940 году в Минске был зафиксирован самый сильный мороз за всю историю метеонаблюдений. Минус 39,1 градуса. Хочу отметить, что в этом году небесная канцелярия постаралась на славу. В парках и скверах выпавший снег создал сказочные пейзажи, а сугробы увеличиваются каждый день. Кстати, одним из самых снежных выдался далекий 1893 год. Максимальная высота снега была 46 сантиметров. В завершении хочу вас порадовать. До конца месяца белое покрывало сохранится. Так что успейте получить максимум удовольствия от зимних забав. Противостоять таким морозам нелегко, но можно. Чтобы не замерзнуть, надо правильно одеться. Впрочем, вопрос о многослойности не стоит сейчас у жителей Греции. Страну в самый разгар зимы накрыла редкая январская волна тепла. На 15 градусов выше январской нормы Греция оказалась во власти теплых воздушных масс из Африки. В Афинах столбики термометров поднялись до показателя плюс 23, а на солнце зафиксировали даже плюс 31. Такими погожими деньками не применули воспользоваться жители страны. Многие ринулись в парки и на набережную, а самые смелые рискнули искупаться в разгар зимы. Жаркой в кавычках оказалась эта неделя для испанцев. Снежный циклон Филомена принес огромные массы снега и покрыл тротуары и дороги льдом, создав опасные условия для транспорта и пешеходов и парализовал инфраструктуру. В отдельных районах высота снежного покрова превысила полметра, а температура воздуха опускалась до минус 25. Сильные снегопады привели к отменам и задержкам поездов и при остановке полетов. Ущерб от обрушившейся на страну непогоды власти уже оценили в 20 миллионов евро. А западные районы Турции оказались под водой. После продолжительной засухи пошли сильные ливри. На один квадратный метр выпало почти 80 литров дождя. Сильно пострадали Измир и Анталия. Штормовой ветер, скорость которого достигала 85 километров в час, вызвал пятиметровые волны, которые обрушились на побережье. Повалены деревья, разрушены крыши домов, дороги и парковки затопило. В городе произошел транспортный коллапс. Увидеть красивое первое в этом году полярное сияние удалось жителям Заполярья. К тому же на стороне зрителей были и погодные условия. Небо было ясным, а воздух морозным. Не мешала просмотру и городская засветка. Мощный поток ионизированных частиц, выброшенных солнцем во время одной из вспышек, достиг Земли в начале недели, что и привело к необычно ярким полярным сияниям. А вот так сияние выглядело с околоземной орбиты. Завораживающее зрелище и на Сицилии. Ночью самый высокий европейский вулкан Этна выбросил лаву на высоту до 100 метров, а шлейф пепла на высоту около 5 километров. Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом покрыли прилегающую территорию. Впрочем, для местных жителей такая картинка не в новинку. Последний раз Этна извергалась в декабре прошлого года. Не прошел мимо беды и позволил воссоединиться утиной семье неравнодушной прохожей. Внимание, незнакомца привлекла мама утка с выводком птенцов, которая неосторожно провела малышей возле канализационной решетки. По дороге один провалился. Утка незамедлительно вернулась обратно, однако в этот раз вниз упали все остальные малыши. Вот тут-то на помощь и пришел незнакомец. Он вытащил всех птенцов и семейка скрылась в неизвестном направлении. Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. На следующей неделе в большинстве стран Европы ожидается по-настоящему зимняя погода. Снегопады, порывистый ветер и сильные морозы. Страны Центральной и Южной Европы будут находиться власти обширного холодного антициклона, который будет медленно смещаться с запада на восток. А по его периферии северных широт будут поступать холодные воздушные массы. В большинстве дней прогнозируется облачная с преснями погода. Временами будут проходить кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха в ночные часы минус 5, минус 10. Днем ожидается от нуля до минус 7 градусов. Страны Западной Европы будут находиться в поле высокого атмосферного давления, на фоне которого с запада на восток будут поступать малоактивные атмосферные фронты. Прогнозируется облачность с преснями погоды. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы. Видимость до километра. Температура воздуха днем плюс 5, плюс 10 градусов. А в странах Северной Европы ожидается ненастная погода. Здесь за нее будет отвечать активный циклон, который будет медленно смещаться с запада на восток. Будет пасмурно. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северный, порывистый. Температура воздуха в ночные часы минус 15, 20. При преснях 25, днем минус 5, минус 10. Страны Восточной Европы будут находиться также в поле высокого атмосферного давления, по периферии которого с северных широт будут поступать прохладные воздушные массы. В большинстве дней облачно с прояснениями. Временами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северный, умеренный, поэтому по ощущениям будет казаться на 5-7 градусов холоднее. А температура воздуха в начале недели ночью минус 17, 22, при преснях до 25. Днем прогнозируется минус 7, минус 15. Во второй половине недели станет немного теплее. Больше о погоде после рекламы. А еще узнаем, как в Германии меняют отношение к животным с черным окрасом. Что можно нарисовать на банане и ждать ли магнитную бурю. Не переключайтесь. Кошка – народный барометр. Например, наши предки были уверены, что если она сворачивается в клубок, то скоро похолодает. А если животное пытается забраться на печь, то грядут сильные морозы. Не повезло разве что черным кошкам. Развеять суеверие решили традиционно одетые в черную одежду трубочисты в Германии, повстречать которых к счастью. Они решили обелить всех черных животных, которых, кстати, не очень охотно забирают из приюта. И снялись вместе с чернышами для календаря. Выручку от продажи уже перевели на счет городского приюта. А тираж из-за высокого спроса пришлось увеличить. Только хорошее предзнаменование в нашем лунном календаре. Смело делать самую крутую и актуальную прическу зимы. Не бояться кардинально изменить цвет волос. Лучше всего на следующей неделе 18, 22 и 23 января. Новый имидж принесет вам комплименты от окружающих. Визит к стоматологу назначите на 21, 22 и 23 число. Эти дни наиболее благоприятны для лечения и протезирования зубов. Небольшие магнитные всплески возможны 18 и 21 января. Открыть в себе новые таланты можно 19 числа во вторник. 22 пора разобраться с проблемами и преодолеть сложности. 24 важно прислушаться к внутренним ощущениям. Удовлетворить тягу к природе, особенно в холодное время года, можно, рисуя фрукты и овощи на бумаге. А можно подойти нетривиально и использовать вместо холста банан. Так и поступила жительница Великобритании, которая тонким предметом продавливает на шкурке рисунок. Затем дело остается за временем. Постепенно идет процесс окисления и рисунок темнеет. Конечно, такие работы не очень долговечны. Но что мешает в век современных технологий запечатлеть вкусный шедевр с помощью фотоаппарата? Впрочем, не упустили возможности снять столь прекрасные зимние белорусские пейзажи и вы. Пришло время подвести итоги рубрики «Стоп кадр». Напомню, из множества снимков мы выбрали 10. Каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Татьяна Сафронова. Татьяна любит спорт, особенную радость ей приносит увлечение фотографией. Как и обещали, приз от телеканала «Зон» с логотипом ОНТ. Сегодня же отправим победителю. А я приглашаю всех участвовать в нашем конкурсе «Стоп кадр». Размещайте фото с красивыми белорусскими пейзажами, необычными природными и погодными явлениями в социальных сетях телеканала ОНТ. Не забывайте отмечать наш профиль в Инстаграм. Лучшие снимки увидит вся страна, и мы опубликуем их в ленте. Кому достанется следующий приз, узнаем через неделю. А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой она будет. Наконец зима пристала во всей красе. На деревьях пушистые снежные шапки. Сугробы подрастают. И омороз щиплет нос и щеки. Кстати, высота снежного покрова уже составляет около 30 сантиметров. А морозы сохранятся до середины следующей недели. Но уже со среды воздушные потоки начнут поворачивать на западные, открывая дорогу более теплому воздуху из Атлантики. В начале следующей недели погода в Беларуси будет определять обширный холодный антициклон с центром на Центральной Европе. В понедельник, во вторник область с прояснениями, без существенных осадков. Лишь по северу стороны пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью минус 17-22 градуса при прояснениях до 25 мороза. Днем минус 12-17. Начиная со среды, морозы начнут постепенно отступать на восток. А с западной Европы будет поступать более теплый воздух. Область с прояснениями. Пройдет снег. Влажность до 90%. Большая вероятность туманов, ухудшающих видимость до полукилометра. Слабый гололед. На дорогах местами будет скользко. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 13 по юго-западу до минус 17 по северо-востоку. Дневные часы 7-12 градусов со знаком минус. В четверг и в пятницу атмосферными процессами будет управлять циклон с центром на скандинавском полуостровом. И связанные с ним атмосферные фронты. Прогнозируется область с прояснением погоды. Пройдет снег к различной интенсивности. На отдельных участках дорог будет гололедиться. Слабый гололед. Ночью утром непредложительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью от минус 5 по западу до 11 мороза по северо-востоку. При прояснениях до 13 градусов. Днем 0,7. По предварительному прогнозу в следующие выходные дни метеоусловия будут определять атмосферные фронты Западной Европы. Вслед за которыми будут поступать умеренно теплые влажные воздушные массы. Область с прояснениями ожидает кратковременный снег. Под утром будут сгущаться туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный. Ночные часы столбики термометров покажут минус 3, минус 1. При прояснениях до полостока до минус 5 градусов. Днем они достигнут отметки 0,5. Субтитры создавал DimaTorzok Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем телеграм-канале. Хотите узнать прогноз на следующий день? Рябов ответит. Так называется еще одно наше место встречи. А мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Хорошего субботнего вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова